всем привет с вами таисия на моем канале и сегодня я покажу вам что я решила заказать себе какой я сделала себе подарок в общем через недельку у меня день рождения и я решила заказать себе одну очень классные вещи которые я давно уже мечтала это это вещь очень полезно и нужное для того чтобы оформлять торты кто давно на моем канале те знают что я занимаюсь не только животными у меня есть любимое занятие хобби то есть то чем я занимаюсь и делаю на заказ это вот оформление тортов один из творческих таких видов моей деятельности и поэтому я сделала себе такой подарок давайте откроем и я вам покажу что же там внутри так 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 я конечно же знаю что там внутри но вы пока нет поэтому поддержу интригу у кого какие мысли кто что думает что же здесь может быть подсказка это прибор который делает покрытие ну то есть оформляет торт то есть один из разновидностей покрытие торта вот за счет этого как раз прибора ну конечно тут уже видно вот кто не знает я скажу это краскопульт это для того чтобы делать велюрное покрытие торта позже я буду в конце видео я выложил отрывочек как я это буду делать то есть я его обязательно по практикую покажу вам вот сегодня буду пробовать я очень давно мечтал об этом приборе еще в мае я его положила в корзинку в этом магазине я заказывал через интернет-магазин вот и в общем решил на свой день рождения не отказывать себе в таком подарке если для любой девушки обычный лучший подарок там какая-нибудь очередной лишнее на платье сумка туфли лишние духи то для творческих людей самые лучшие подарки это то что относится к их творчеству то что им помогает то есть я думаю очень многие люди меня поймут те кто занимается чем-то у кого-то есть увлеченные хобби то для них это будет то есть мне большую радость доставляет не только то что относится к животным особенно к экзотическим животным для меня вот то что относится к моему творчеству к тартам к мылу я делаю экзотические мыла разные тоже эксклюзивные я бы больше так сказала вот то есть для меня это очень классные подарки естественно я сама себя балую такими подарками потому что не каждый позволит себе подарить такой подарок это довольно недешевая вещь но она очень нужна и качественная сейчас минутку вот в общем я покажу что я еще заказала это пищевые маркеры которые должны очень четко писать на мастике так сейчас фокус в общем я заказала синий цвет и зеленый я заказывала еще красный и черный но так как это самые ходовые цвета их естественно не оказалось в наличии поэтому приходится ждать когда они появятся это белый шоколад он тоже очень нужен гранулки их надо будет растапливать то есть это все я вам покажу позже это надо для того чтобы как раз таки делать велюр покрывать торт за счет вот этой замечательной техники это я заказала набор красителей вот так это у меня по моему гелевые красители или нет я уже забыла какие я заказывала это пищевые красители кейт колорс фирма это жирорастворимые красители они тоже очень нужны как раз таки для того чтобы сделать велюровое покрытие это покрытие я буду чаще всего использовать для муссовых тортов это вы тоже увидите в конце видео какие-то именно торты и как делается именно само само покрытие но в общем я очень рада что все таки я смогла себе позволить этот подарок короче вот нет у меня наверное не получится рукой мы все-таки попробуем вот все удалось так вот он он замечательный мой краскопульт как же я давно о нем мечтала это насадочка это второе сопло тут всего два два вида точнее два размера сопол одно поменьше другое чуть побольше так конечно я наверное не справлюсь одной рукой как всегда вот что мне мешает взять просто штатив установить и нормально снять но нет же конечно я тороплюсь чтобы это все сделать пока дети сидят спокойно смотрит мультики никто мне не мешает поэтому я по-быстрому снимаю вот так вот в общем это вот мой краскопульт сюда присоединяется детали вот это вот деталь с бочонком в бочонок как раз добавляется все ингредиенты краситель масло кокосовое по моему кокосовое короче буду еще смотреть я еще точно все не помню что идет и растапливается белый шоколад можно и другой шоколад но я предпочитаю белый потому что цвета будет более яркие насыщенные если добавлять белый шоколад если добавлять темный шоколад то естественно цвет уже не будет яркий если вы хотите получить яркий цвет например желтый даже белый но для белой надо еще добавлять диоксид титан в общем пока просто вот так вот покажу как она есть позже я сама разберусь посмотрю еще инструкцию посмотрю видео урок потому что так то по видео я видела как его использовать но практики у меня конечно не было буду пробовать в общем пока немножко я его сама посмотрю освою и дальше видео вам еще покажу и наверное сегодня может быть завтра мы будем его уже практиковать будем пробовать навес приличный не 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 такой легкий но не такой легкий как фен например если сравнивать чуть чуть тяжелее но в принципе это же инструмент электроинструмент поэтому он не должен весить меньше я собрала прибор как он должен выглядеть присоединила детали так здесь у меня стоит самый большой размер размер сопла как я уже говорила что их два вот это вот вторая черненькая деталь это маленький размер сопла здесь по моему 18 если я не ошибаюсь надо в документах посмотреть а здесь 222 с лишним 2 и 6 наверное миллиметра вот но это детали это закрывашка вот как раз как раз таки чтобы закрывать так а сейчас я предлагаю протестировать маркеры я уже все подготовила здесь раскатала слой мастики вот они маркеры пищевые и я думаю порезать сейчас полосочки написать текст какой-нибудь вот не суть что не ровно это просто для того чтобы протестировать так начнем зеленого напишу наверное фокус есть напишу наверное свое имя слышите пишет конечно четко одной руками не очень удобно потому что опора нет поддерживаю не поддерживаю второй рукой держи телефон в общем короче крутые очень крутые немножко не очень получилось потому что все таки я одной рукой никогда не работаю я как минимум левой рукой поддерживаю край мастики и то есть ну вообще видно очень очень классно видно что они не сухие маркеры очень четкие вот видите даже где я немножко задержала маркер то есть там уже получилась такая вот клякса в общем надо еще и приноровиться у меня до этого были маркеры но очень такие суховатые приходилось по несколько раз прям нажимать чтобы написать но эти прям классно мне очень нравится еще до конца конечно не выздоровела поэтому у меня голос такой и говорю что кацанок так и попробуем второй протестировать водичку сейчас секундочку подожди чуть-чуть ладно так второе я думаю может быть чем-нибудь нарисовать рисуем сердечко например Данюш тихо рисуй сердечко это фломастер это фломастер да звездочку например ну в общем очень клево то есть достаточно провести один раз и вот четко видно четко пишет фломастер сейчас ради интереса я даже покажу вам те маркеры которыми я раньше писала вот на желтом фоне конечно не очень различается да синий и зеленый потому что Данюш да да зеленый потому что это желтый фон и немножко ты можешь мне сейчас пока не мешать Данюш звездочка звездочка да да так вот в общем сейчас покажу те маркеры которые у меня до этого были так вот у меня маркеры которые я покупала у нас в обычном продуктовом магазине я их брала в ленте они тоже пищевые но в общем это совсем не то качество конечно не никакое чернила тоже сухие пишут очень плохо вот вот для сравнения я вам сейчас покажу например возьмем тоже зеленый да вот это вот я писала зеленым своими и возьму зеленый вот этот вот вот сейчас я поменяю руки так и напишем ну тут много не влезет давайте на втором на этом то же самое Юле свою напишу мне конечно очень удобно у меня выскользает мастерка ну в общем вот разница это вот я нажимала один раз Данечка Дань на тебе на рисуй это я нажимала один раз по мастикой это вот тоже прошлась один раз но для того чтобы именно вот этими маркерами которые у меня старые да чтобы была довольно четкая надпись мне приходилось обводить по 3 а то и по 4 по 5 слоев чтобы было хотя бы более-менее виден текст то о чем я пишу ну то есть вот разница да и вот маркер который я сегодня купила Данюш подожди ой ну вообще просто шикарно очень я в восторге в общем не зря мне его хвалили я увидела про этот маркер на канале успешный кондитер вот вот и конечно же зашла на этот сайт заказала в общем очень круто девочки рекомендую те кто занимается тортами оформлениями тортов зайдите на сайт успешный кондитер очень много классных товаров пусть по ценам они не всегда дешевые бывают но можно что-то выбрать для себя более-менее подходящие потому что качество конечно вот налицо я вот вам показала один из примеров да вот сейчас даже для демонстрации положу вот этот маркер из обычного продуктового магазина пищевой и вот маркер с сайта успешный кондитер вот она вот она разница в общем я очень очень в восторге я ожидала что будет хороший результат что они четко пишут но даже не думал что настолько четко посмотрим насколько мне их хватит Данюш ты можешь с ним мешать? вот он пришел художник и тоже занимается творчеством так и вот здесь вот я заметила есть еще вторая ух ты это двойной надо же я что-то даже сначала и не заметила это походу светлые а это наверное темный проверим а нет этот просто понятно этот пишет как перо в общем получается да тот как фломастер как маркер а этот именно вот не знаю чем-то прям очень напоминает перо и довольно очень насыщенный такой вот получается рисунок ну очень круто конечно очень места у меня мало для разгона рисовать уже негде ну в общем такая вот классная крутая вещь короче я в полном восторге спасибо большое сайту успешный кондитер магазину я очень довольна буду заказывать остальные цвета черный красный может быть еще какой-нибудь возьму светлые наверное вряд ли буду брать потому что хотя не знаю светлые тоже было бы хорошо ну в общем посмотрим вот а мне такое короче я очень рада класс ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok